Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Аня. Сегодняшнее видео будет совместно с очаровательной девушкой Полина Бонд. Полиночка является молодой мамой, также прекрасной девушкой. И так как мы ростим маленьких детишек, мы решили создать общее видео на тему развития ребенка, мальчик-девочка. У меня сыночек, у Полины дочка, и мы расскажем вам, как мы воспитываем, как прививаем какие-то навыки детям, в чем отличие, есть ли отличие воспитывать мальчика или девочку. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, приятного просмотра. Скажу сразу, у меня сын, кто еще не знает, ему год и девять. И мы вот составили здесь для этой рубрики 4 пункта, на которые мы сейчас ответим видео. После просмотра моего видео обязательно переходите к Полине, ссылочку я оставлю в инфобоксе. Первый пункт такой, это общее развитие ребенка, мальчик-девочка, что общего, в чем отличие. Но я скажу так, я считаю, и опять же то, что буду говорить я сегодня в этом видео, то это лично мое какое-то внутреннее ощущение, лично мой опыт. И все, что основано на каком-то опыте и мнении, возможно у вас иначе. Но лично я считаю, что до 9 месяцев, до того возраста, когда ребенок начинает делать первые шаги, ходить, развитие в принципе не отличается у мальчика и девочки. Также все индивидуальные и в основном все начинают в одно время сидеть. Но единственное, вот сидеть, наверное, девочки, так как их присаживают позже, девочки позднее начинают сидеть. Но в остальном, в принципе, одинаково до 9 месяцев. После 9 месяцев я считаю, что девочки, мальчики развиваются по-разному. Если это брать общее развитие, то, например, мальчики чаще всего и девочки начинают уже формироваться у них в году свое какое-то я. Своя вот эта личность, да, ребенок показывает себя как личность, у него формируется характер. Так как в первый год жизни, все мы знаем, да, что у ребенка закладывается характер, закладываются какие-то уже привычки, какие-то потребности уже, которые вот ребенок знает, что вот это я тут-то живу, там-то у меня есть то-то. И могу сказать, что вот когда ребенок делает первые шаги, в основном у мальчиков, девочек, конечно, это бывает примерно в одном возрасте, да, это 9-11 месяцев. Мой ребенок пошел в 10 месяцев, но он очень рано стал стоять на ногах, вот именно стоять, передвигаться с опорой очень рано. Поэтому, наверное, в этом он немножко, может быть, как-то раньше созрел, я не знаю. Вот, а затем у ребенка начинает уже вот формироваться то, что у мальчика общее развитие идет больше вот на такое мальчишечье, там вот ему нужно интересно, там те же молотки, там болтики, там вот в таком плане. А девочка начинается в этом возрасте интересоваться уже какими-то куколками, какими-то пупсиками, вот такими, ну, больше, более, наверное, женскими игрушками, более как-то вот начинают маму плести хвостики, да, девочкам. Вот, а что касается мальчиков, у них такое больше идет брутальное начало, я бы так назвала это. Так, второй пункт, одежда и игрушки ребенка, что общего? Здесь, кстати, очень много общего. Изначально я брала для своего малыша, когда он родился, старалась брать нейтральные оттенки одежды, мне нравился бежевый, серый, не потому что я думала, что у меня родится девочка, а не мальчик, не потому что я думала, что оставить это на второго ребенка. Кстати, возможно, да, это выгодно, оставлять на второго ребенка вещи нейтральных цветов, но как-то я не об этом думала, думала просто о том, что вот как-то более, наверное, пока ребенок маленький, до 9, опять же, месяцев, да, в принципе, можно одевать его и в бежевое, и там в какое-то, не обязательно одевать ребенка, если это девочка, то чисто в розы, а мальчик это чисто в голубой. Мне кажется, это уже какие-то стереотипы с того времени, поэтому я, в принципе, вот считаю, что очень много общего, если у тебя, например, есть и мальчик, и девочка по годке, да, или если, например, у кого-то мальчик, у кого-то девочка, можно брать одежду вот таких цветов светленьких, каких-то коричневеньких, даже желтеньких, что и мальчику, и девочку подойдет бежевые, серые цвета. И что касается игрушек, то также есть много игрушек, это начиная от погремушек, что ребенку покупаешь одинаковые игрушки, это пирамидки, это кубики, это развивающие игры, это книжки также, потому что ребенку до года, если брать до года ребенка, то я считаю, что ему не нужны какие-то книги с машинками, так как мой ребенок не воспринимал никакие, вообще он книги как бы особо не любит, но вот такие просто цветочные зверьки, где всякие вот персонажи с мультиков, вот, в этом, да, насчет игрушек много общего, а уже по своему ребенку, судите, если с года, он начал интересоваться машинками, начал интересоваться какими-то, вот у нас есть чемоданчик с, детский чемоданчик с инструментами, то есть вот какие-то удочка, он очень любит удочку отловить, рыбок, поэтому вот с года, да, уже есть отличия, и я считаю, что с года нужно больше делать уклон в пол ребенка, то есть если это девочка, покупать ей какие-то куклы, чтобы у нее просыпался материнский инстинкт, инстинкт уже, какие-то, вот я не знаю, там, может быть, это мягкие игрушки, да, какие-то котики, собачки, девочек это больше, наверное, интересует, вот, а мальчику, это вот, как я уже сказала, машинки обязательно, вот у нас любимые игрушки, это ведерко с лопаткой, всякие формочки, это вот инструменты, удочка, также играем мы и кубиками, что это можно и девочкам, и мальчикам, также какие-то персонажи с мультиков, опять же, вот, насчет мультиков, наверное, есть пару общих, наверное, 2-3, может быть, если в среднем брать мультика, который смотрят и девочки, и мальчики, но вот как по развитию своих подруг, у них дочки, я слышала, что вот они смотрят мультики немножко другие, то есть им нравятся мультики там, ну, не знаю, не буду перечислять, но, например, маленькие пони, да, там мультик, который больше направлен на девочек, мы этот мультик вообще никогда не воспринимали, поэтому вот если персонажи брать с мультиков, то, наверное, да, можно покупать детишкам, девочкам, вот персонажи с мультиком, мальчикам там, с мальчишечек каких-то мультиков, это тоже своего рода разница, вот, но общая, это вот развивающая игрушка всегда будет общей, она направлена просто на развитие ребенка, и также книга, я считаю. Следующий пункт, воспитание ребенка, есть разница в поле или нет? Воспитание ребенка, если брать как воспитание уже, ты воспитываешь леди, девочку, или ты воспитываешь мальчика, своего помощника, своего защитника, мы как-то ребенка сразу стараемся воспитывать как маминого помощника, то есть вот муж мой прививает ему сразу, что он должен помогать маме там, где-то с ним посуду помолоть, где-то там тарелочки поставить, чтобы ребенок уже знал, что вот он мальчик, нужно помогать маме, также я хочу научить ребенка, что вот нужно маме дарить цветы, потому что вот ты мальчик, ты должен, да, маме цветы дарить, чтобы маме не должен, но желательно. Также воспитание ребенка, мальчика, уже закладываются такие более хулиганские, хулиганские, что ли, я не знаю, черты, вот у нас как-то вот это хулиганство уже с года появилось, может даже чуть раньше, вот он мальчик, ему надо везде бегать, девоширить, вообще у нас мой ребенок неспокойно, он не сидит на месте, он даже когда смотрит свой любимый мультик, ему надо, у него как шило в одном месте, ему надо везде копошиться, что-то трогать, что-то делать, у него сразу появляются дела, поэтому в этом плане нужно, наверное, проявлять, прививать даже больше, какую-то немножко усидчивость, с девочками, конечно, проще, я думаю, в этом вопросе, что девочки более усидчивы, вот, я хочу, пытаюсь, по крайней мере, чтобы ребенок был более усидчивым, чтобы у него также были джентльменские качества, вот, чтобы он знал, что нужно открыть дверь женщине, девушке, девочке, да, впереди, нужно ухаживать за девочкой, вот это постепенно, конечно, не сейчас, но с годами я хочу прививать, потому что в этом, конечно, разница колоссальная, мальчиков и девочек, девочку надо воспринимать, чтобы она была леди, чтобы она знала, как красиво одеть платьишки, да, что вот причесочка у нее должна быть, а мальчику нужно просто быть опрятным одетым, чтобы он ухаживал за девочкой, так же, чтобы он обязательно не дрался, вот, у нас у ребенка, конечно, это немножко есть, есть у него такое, что к нему подходит ребенок, он его там может и лопатку забрать, вот это, конечно, да, я считаю, что воспитание вообще разное должно быть у мальчика и девочки, в плане вот уже с возрастом, и последний пункт в этом, в этой рубрике, это привычки и повадки ребенка, общение со сверстниками, общается, не общается, что общего, в чем различие, привычки и повадки, это, опять же, перетекает плавно вопрос из предыдущего, привычки и повадки я замечаю по своему ребенку, как на мальчика, он берет какие-то повадки уже больше, может быть, от папы, может быть, как-то вот от других, да, мужчин в нашей семье, то есть у него есть вот такая уже резкость, он делает все резко, какая-то немножко грубость, он вот постоянно, говорю, в движении, вот чувствуется, что мальчик, он вот ведет себя как мальчик, его поведение прям сильно отличается, так как, я сказала, он уже и газа не поседал, ему надо постоянно бегать, что-то там кричать, требовать, то есть вот он такой, в нем вот эти привычки уже какие-то проявляются, что он может там грубо как-то футболку себе отдернуть или грубо что-то снять, у девочек все равно я замечала, вот у своих знакомых, у своих подруг, девочки, они такие, вот они сделают что-то аккуратно, они сядут аккуратней, а вот мальчик, он вот, как мол, он здесь сядет там, упадет, возьмет, схватит, вот у него прям хватка, вот такое мужское начало уже есть, да. Что касается сверстников, мы не так часто общаемся с детишками нашего возраста, и, наверное, чаще это девочки, да, но как-то вот он не интересуется своими сверстниками, не интересуется, больше интересуется, наверное, детьми постарше, например, это трех, четырех, пяти годовалые дети, вот он как-то к ним больше тянется, как-то пытается их потрогать, пощупать, таких детей, мы ходим на площадку, например, он как-то к ним меньше интереса проявляет, он вот к нему подходит, чаще всего девочки подходят, там его погладят, или там кто говорит уже там мальчик, ляля, а он как-то вообще смотрит в одну точку, не обращает внимания и отталкивает вот так всех детей как-то к детям, наверное, это немножко меня пугает, может быть, это норма, не норма, я даже не знаю, потому что первый ребенок, но как-то это немножко, наверное, смущает меня, что он не хочет общаться со сверстниками, поэтому не знаю даже, возможно, когда он пойдет в садик, все будет иначе, но я стараюсь сейчас, чтобы он был, находился на детской площадке, где есть дети, чтобы как-то понимал, что он не один, что нужно делиться, что нужно как-то, может быть, на своем языке переговариваться, что вот это дети, это твои ровесники, твои друзья в будущем, поэтому вот так, я считаю, да, наверное, нужно как-то, чтобы вот общение между детишками было, так что на этом рубрика подошла к концу, спасибо вам за внимание, спасибо за просмотр, ну а сейчас обязательно переходите, посмотрите видео Полины, у ней, я думаю, что будут немножко другие ответы, так как у ней девочка, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok